Ну, поскольку я уже здесь неоднократно рассказывал про СМС-систему, про купирование, то я решил этот раз рассказать немного о другой вещи, которая стоит, хотя немного в стороне, но тем не менее весьма интересной, является таким очень живым в настоящее время, в любой области физики сверхгрудников. Я хотел бы рассказать о одномерной сверхпроводимости. Итак, ну, вообще, мы знаем, как есть комплимент. Есть у каски есть? Да, вот там. Что? Вот это. А вот это? На телескопическом. Я ее собрал. Значит, ну так, а чем вообще описывается сверхпроводник? Ну, вот, обычно он описывается с параметром порядка, который описан как, значит, ну, с параметром порядка, как фаза параметром порядка. Ну, вообще говоря, когда мы говорим о таких обычных трансформерных объемных сверхпроводниках, то фруктуации малы. Этот параметр порядка, он практически не фруктурирует, ну, можно считать его каким-то постоянным, зависимым от конфигурации, значит, там, от системы, конфигурации внешних полей, но в целом он не фруктурирует. Если же мы начнем уменьшать размерность системы, то фруктуации становятся все более и более эффективны. И этот параметр порядка начинает фруктуировать, фруктуировать, фруктуировать. И для того, чтобы понять физику системы, нам надо понять, каким может быть фруктуация этого параметра порядка. Ну, самая простейшая фруктуация, которая вообще существует, это просто малая фруктуация параметра порядка. То есть в течение времени, вот, значит, течет время, они, он как-то коляблются в пространстве, фазы, и в мозг, фазы болтаются. И, в принципе, эти фруктуации, они качественно ничего не меняют. Они, конечно, там, переномируют какие-то коэффициенты, но качественно они не добавляют ничего нового в физике. Оказывается, что, когда мы рассматриваем квазиодномерный сверхпроводники, существует еще один класс фруктуаций, который является, уже нельзя назвать, малого. Допустим, что в какой-то момент времени, значит, в этой точке параметра порядка, фрукционным образом просел быть до нуля. Тогда, если мы посмотрим на это соотношение, видим, что, когда модуль равен нулю, то фазу ничего не ограничивает. И поэтому фазу можно взять и скакнуть на 2π, поскольку фаза определена с точностью до 2π. Тогда в последующем момент времени у нас будет, значит, скачок фазы. Ну, поскольку фаза эквивалентна, то фаза, включающая на 2π, будет соответствовать состоянию. После чего опять в системе восстановится против порядок. К чему это может привести? Ну, вот, если мы вспомним соотношение дозуцома, то производная фаза связана с напряжением. Это означает, что, как только происходит такой проскакивающей фазы, то система проскакивает и тут напряжение. Если бы фаза может подскочить на плюс 2π, на минус 2π, это означает, что, если у нас гоним сквозь наш радиодномерный провод ток, то вероятность, если проскакивание фазы в одну сторону становится более вероятной, чем в другую. Поскольку скачок поставит связанный выпус напряжения, то это означает, что, когда в той системе течет ток, в среднем появляется некое напряжение. И мы словами в квадратную фазу приводят к тому, что сопротивление отлично определяется в такой квази-одномерной сверхпроводящей проволоке. Чем это отличается от джинсона? От джинсона чем это отличается? Тем, что джинсона у нас слабая связь. И посередине между двумя сверхпроводниками... Нет, я имею ввиду чистая картина, что происходит при проскакивании фазы. Там вот если записать выравнение в рамках РНЖ модели, у тебя там наклонная стиральная доска, то очень так же инфунктуация фазы проскакивает, перескоп на 2π. Во-первых, начнем с того, что этот процесс существенно пространственный. Это все происходит, у нас есть некая зависимость от координаты, и это происходит в некой области целой. Это является сверхпроводимостью. Поэтому это не совсем так. Во-вторых, в соде у нас есть два отдельных сверху уникальных, деленных в не сверхпроводящий область. Ну да, там у нас фиэт разница. Да, поэтому... Здесь поэтому... Понятно, что фиэт будет похожим, но это потом будет видно. И можно даже на самом деле сделать мэппинг с одним и другим. Но, тем не менее, само это явление, но немножко более хитро. Ну там есть параметр порядка подавлять. Потому что там есть место, где его нет. И там фаза может проскакивать функционным образом или как и вот на. А здесь такого нет места. Здесь, если без фруктации, все будет просто скакать. Там параметр порядка чему-то будет правильный. И фаза не может скакать. А если вот его обнулить... Как это можно сделать? Это функционным образом это происходит все время. Самым случайным образом. То есть это квадратно. Ну, на самом деле, теперь это можно сделать либо тепловым образом, когда у нас температура высокая, то у нас просто активационным образом может происходить такую просказную фазу. И это определяется в сопротивление... Ну, здесь, скажем, сопротивление от температуры ниже... Для себя вторника. Ну, и вот эта область, как раз, определяется такими... Ну, тумулированием, значит, классическим... Когда, в общем-то, у нас перекидывание через АЕ. Либо это может быть просто за счет флагового тумулирования, когда у нас, значит, все происходит таким... Туннельным, вот, аварьерным образом. Ну, и, значит, это определяет сопротивление при низких температурах, собственно, область... Вот, просто экстрементальные данные. Нет... Ну, с примеру, где просто вот это выжидается. Вот факт, что... Туннельный, значит... Туннельный, значит, Туннельный фаза приводит к конечному сопротивлению. Ну, тут я, на самом деле, проскочу. Можно сделать, построить эффективное описание, вообще, для таких сверхпредников при низкой температуре. Поскольку основная вся физика сидит именно в динамике фазы параметров порядка, то по всем остальным модам в системе можно усреднить и получить именно эффективное описание в терминах только фазы. Ну, это довольно стандартная вещь. Значит, ну, здесь я просто написал, чтобы эти параметры показали. Итак, все, что я говорил, относится к тонким сверхпроводящим проволокам. Пока, значит, в общем виде. Давайте немного более конкретизуем систему. А именно рассмотрим колечко, сделанные из сверхпроводника тонкого. Ну, вот колечко можно сделать просто везде тонким. Можно рассмотреть колечко, где оно в среднем толстый, и есть такая тоненькая перемычка, где могут происходить проскальзивные фазы. А в толстой области не могут происходить. Что же будет? Ну, вот как можно понять вот в этой системе это проскальзивные фазы эффективно? Ну, вот если на нее посмотреть, то можно видеть, что проскальзивные фазы соответствуют тому, что квант потока туннелирует внутри кольца. То есть у нас есть некий поток, в зависимости от энергии от потока. Ну и когда энергия... Допустим, мы меняем поток, и в некотором моменте происходит перескоп с одной параболой на другую, и поэтому энергия от потока зависит периодическим образом. Ну, а если переписать все это через ток текущий по кольцу, текущий ток, то вот можем получить, что, значит, ток как функция потока имеет такой характерный, ну, пилообразную форму, которая за счет вот этих вот процессов, прыжков между различными, ну, с этими параболами, то есть квантом-коскальзивные фазы, значит, так, немного скругляется, что можно видеть, так, так качественно. На самом деле эта система интересна не только академически, а такая система просто реализована экспериментально. Вот это один из, значит, экспериментов, сделанных Олегом Астафиумом, ну и, в общем, с авторами. Вот, и здесь прям реализовано вот это кольцо, где сделано тоненькая перемычка, и просто эти процессы нужно измерять, и вот просто исследовать, для чего вот эта вот перескопка, тем самым, на самом деле, измерять скорость по скальзивной фазы. Поэтому само по себе эта система интересна. А еще это кубик, как я не считаю? Да, да, следует сказать, что действительно можно выяснить, что эта система актуальна кубик, что у нас происходит инновирование потока, и вот поток здесь играет роль. Ну, это похоже на контактный сквир? Ну, это похоже, но не совсем. Ну, для простоты все-таки мы посмотрим на светло-десящее, тонко светло-десящее кольцо однородное, хотя, в общем, все, что я говорю, можно лицо перенести в основном. Что же интереснее изучать в этой системе? Ну, понятно, что можно изучать ток, как вот эти, что сказали, фазы влияют на ток. Как происходит, значит, как и подавление этого тока в среднем происходит. Однако, на самом деле, заметим, что если посмотреть внимательно, то, значит, наличие фазы добавляет некое новое явление в систему, а именно вот эти вот самые процессы тумулирования между различными параболами. Иными словами, если раньше у нас было толстое кольцо, в нем был поток, поток был зажат, никак не фруктурировал по кольцу тек ток, то это со временем продолжалось там бесконечно долго, условно. То теперь за счет наличия вот этих процессов тумулирования поток уже внутри захваченным кольцом не становится постоянным и начинает фруктуировать. А это означает, что и ток начинает фруктуировать и означает, что в этой системе интересно изучать не просто там среднее, которое, конечно, будет подавляться за счет этого, а именно фруктуации тока как вот он именно фруктуирует, поскольку здесь происходят качественные изменения. Ну и технически это описывается просто кольцовую функцию тока. Собственно, ее и было интересно вычислять. Но для того, чтобы понимать, что нам надо получить, сначала посмотрим, что будет без кольца. Не сложно получить, что без кольца ответ для специальной плотности имеет всего лишь один пик на нулевой частоте, что, как я говорил, отвечает тому, что ток, какой есть такой, такой получился, такой получился. Единственное, что меняется, это высота этого пика, она меняется за счет тепловой фруктуации, то есть за счет взаимодействия с серпостатом. Но, тем не менее, физически система довольно простая. Вот всего один пик. Ну, здесь просто эту задачу можно решить точно и довести до конца и получить выражение не только для второго, а вообще для всех регуляторов тока. Это чего за характеристика регуляции? Ну? Чего-то чего-то? Это шум. Ну, это просто вот это букву П, нагниванный определенным образом, как функция температуры для различных потоков провязывающих кольцов. Чего? Там была мощность. Да, мощность. Ну, это мощность вот этого пика на нулевой частоте. Но, еще раз говорю, этот пик, он, конечно, академически весьма интересен, но с практической точки зрения он интересен. Потому что это выражение того факта, что поток, который мы захватили, он такой стоит. Но единственное, что он может отличаться с течением времени от того, что у нас есть тепловое окружение и вот мы вынуждены усоединяем французы. Это результат говорит, что в толстом кольце, например, при ненулевой температуре сверхпроводящий ток все равно флуктуирует. И, в принципе, этот результат, он мог бы быть в учебнике по сверхпроводимости там какого-нибудь года во всматривание. Потому что здесь никаких пейс-лифов нет. Да, но мы его не нашли, в общем. Мы его не нашли. Но важно еще то, что здесь видно, что зависит от потока все-таки при низких температурах, при высоких нет, а при низких температурах зависит от потока. И это, так сказать, указывает на прогерентный характер этих флуктуаций. Просто потому что от потока зависит. Так сказать, это значит, что прогерентная эта штука. Вот. Значит, теперь посмотрим, что будет в последней последней фазе. Вообще говоря, нам надо изучить не просто одну последнюю фазу, а целую динамику. И нам так повезло, что в этой системе происходит естественное разделение масштабов. А именно, вероятно, что им нужна вот частота перехода и вообще сам процесс перехода идет с масштабов порядка размера кора этого фаза. Ну и физически это означает следующее. У нас в некой области порядка длинных и директности надо взять и убить сверхпроводимость, чтобы образовался этот балл и фаза смогла проскочить. И поэтому, вероятно, не зависит фактически от энергии, которая необходима, конденсации, которую необходимо одолеть. При этом, ну вот здесь просто почти можно оценить более аккуратное выражение для частоты, для частотуры, для частотуры, для частотуры, для частотуры, для частотуры, но опять же важно, что оно сидит на вот таких малых масштабах. И поэтому оно не содержится в нашем действии, которое я описал для фазы, но в то же самое время действие, которое я описал эффективно для фазы, оно позволяет нам изучать динамику не одного фейслипа, а многих фейслипов и вот это вот коллективное поведение. Потому что, когда эта система, значит, живет, то в ней помимо обычной простойной фазы существуют еще такие слабые возбуждения. Эти возбуждения называются возбуждениями Mu и Shon, это такие плазовые колебания, которые в тонких газетномерных сверхпроводящих проволоках могут функцию. Поэтому эти фейслипы начинают фактически говорить друг другу, взаимодействовать, и вот эта динамика полностью содержится в том действии, в котором я описал. Ну и тут можно немного поработать над ним и свести задачу о вычислении всевозможных крилляторов токов к некой эффективной задаче силовых газон, которая, значит, для переменной хи, которая есть в дуальной переменной фазе. Это просто немного длинные и исключенные вычисления, но ответ довольно простой. И можно, собственно, если посмотреть на это внимательно, то можно сказать, что если кольцо маленькое, в зависимости от этого поля хи, от коопината можно пренебречь и свести задачу просто. Показать, что эта задача в прямальном размере кольца просто таки варят на задачи абонентной частицы на кольце с заполненным потенциалом косинусом. Такая вот простая задачка антомеханическая, которую, в общем, можно решить и всё получить. Ну, вот здесь, значит, ответ просто не заступающего духа получен в этом пределе. Потому что можно, значит, поскольку это практические задачи можно решить более-менее точно. Ответ нужна эта задача. Надо просто посмотреть различные средства. Интересно, что, вообще говоря, хотя система эквивалентна, вот этому вот пределе малого радиуса кольца плазменной пункты этой задачи, это не совсем так. И за счёт наличия вот этих вот возбуждений плазменных происходят перенормировки, которые, вообще говоря, влияют на параметры этой задачи. И, в частности, эти перенормировки зависят от размера кольца. Ну, физически это понятно. А мы стартуем с малых масштабов. Дальше мы производим такие перенормировки. Коэффициенты плывут с лукут. И доходим до масштаба порядка размера кольца. И только в этот момент задача становится эффективно такой квантомеханической. И поэтому коэффициенты, они, вообще говоря, зависит ли вы. Ну и, например, можно вот это всё более-менее систематически учесть. Ну и вот здесь написан ответ в случае, когда ток сильно подавлен, то есть когда размер кольца большой. Ну и вот можно посмотреть, например, где то, что зависит от размера кольца, если кондициально, где вот есть некий характерный размер кольца. То есть если мы будем рассматривать кольцу большего размера, то нестухающий ток не полностью подавлен этими проскальзованными фазами. Вот. Что, вообще говоря, нет. Но всё-таки с точки зрения физики нас интересует именно шум нестухающего тока. И мы его посчитали. И вот здесь написан ответ для спектральной плотности шума при нулевой температуре. Значит, поскольку уже нулевая температура. А при нулевой температуре их отвечает на нулевой частоте отсутствует, которая была. Ну, что здесь можно обнаружить? Ну, значит, можно обнаружить, что спектральная плотность состоится из 20 пиков на определенных частотах. Ну вот уражение для частот написано здесь. У меня сейчас знают смутные сомнения. Что? Запишите, пожалуйста, вот S омега, как вы её определяете? Спектральная плотность мощности? В смысле, вы её образы от парней коллекционной функции. Да, коллекционной функции какой? Умулянт. Умулянт. И от T и от нуля, плюс И от нуля и от T, минус средний И в квадрате на соответствующий капитет. То есть? И. Да, прям, который? Ну, сейчас вы доклад заделайте. Поэтому, значит, что здесь есть? Ну, во-первых, если посмотреть, то есть различные частоты. Вот есть частоты с карам и милю. Если посмотреть, то это как раз дельта функция отвечает переходом как раз соответствующим изменениям N. То есть переходом с одной параболы на другую. Но, помимо всего прочего, то есть это фактически отвечает процессом туннелирования квантопотока внутри кольца. Или, там, не кольца. Вот таких переходов. Однако здесь, помимо всего прочего, существуют ещё другие, значит, частоты, которые отличаются на 4PvK. Если на это внимательно посмотреть, то можно понять, что это более хитрые переходы. Это такие переходы, при которых квантопотока стимулирует внутрь кольца, но при этом ещё рождается два кванта возбуждения нулю шоби, два плазмона. Почему два? Потому что необходимо, чтобы сохранялся полный момент равный нулю. Соответственно, если начнет рождаться один, то такого не будет. Поэтому выражается четное число. И вот, на самом деле, все такие старшие частоты отвечают таким вот интересным процессам. Чем это говорит? Это говорит о том, что изучение данной специальной плотности и шума позволяет не просто, вообще говоря, тот факт, что она будет отлично осуществляться на нулю, что тебе показать, что за счёт фейс-слипов возникает динамика тока и фруктуации, но и доказать существование, ещё раз, показать существование в системе вот этих вот плазменных колебаний. Дело в том, что, хотя экспериментально они были обнаружены, но для этого пришлось использовать того, что хитрую экспериментальную технику, связанную с тем, что их скорость велика, и для того, чтобы их вообще заметить, необходимо было понизить скорость. Для этого надо было использовать искусственную среду, там, теоретической проницаемости по несколько тысяч. Это, в общем, такое действительно... Немного... Да, в Гренобле сделали эксперимент, а ленивку сумма замедлил сверху. Да, ну, конечно, он был... Вот, и это, в общем, такие... Но вот это другой, как бы, способ... И это другой способ просто показать наличие вот этих... Может быть, это дешевле. Хотя, не знаю, ну, очень вкусно. Экеримент другой, что-то знаете. Ну, и, собственно... Так что, вот, такое то, что хотели, слои, в общем, нет. Мне сейчас дает смутное сомнение. Да. Если можно, вот там, где вы пишете Фи, равно Фи, там, плюс, там, периодичность Фи, где вы используете. Вот, мне очень нравится это ваше условие. На самом деле, там... Раньше, раньше, чем ваше условие... Фаза не периодична. Фаза не периодична. Как только... Как только... Оп! Раскочили? Ещё, ещё, ещё... Ещё, ещё... Не туда, нет. Может, не в ту сторону? Кто? Какой? Нет, нет. В другую сторону. Следующий. 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 Вот. Вот эти вот условия. Как вы написали? Ну. Плюс два Пи. Фаза, на самом деле, и там, плюс два Пи. Ну, на самом деле, нам не дать периодичность. Как только... Как только вы... Когда вы говорите, что шума нет в системе, конечно, вы можете использовать это условие, что она периодична. Как только вы вводится шум, она перестаёт быть... Замечу, что фаза здесь возникла... Конечно. Я её пробергаю. Как вот... Значит, давайте запишем простое уравнение. Вот такой вот, да? РЖ модели для гражданок контакта. Фи с точкой равно... Так. Наичём с того, что РЖ модель не верна, да? Неважно. 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 Верно уравнение. Синус 3 плюс шум. Вот. Си от Т. Это не тот шум вообще. Это шум. Вот это шум, который создаёт окружение, в частности, шум, который в билетоновском контакте загорается. Это совершенно неважно. Нет, это важно. В этом и состоит вся физика, состоящая в том, что когда есть шум, когда есть процесс переноса заряда, не связанный с дискретностью переноса заряда электробус, например, с такой шум закорачивающим... Когда шум складывается в вашу дискретность. Тогда... Конечно. Разумеется. Тогда... Здесь принципиально тот факт, что эта фаза параметра в порядке. Это поле... Нет, нет. Вы меня послушали. Меня фундаментальность никогда не заинтересовала. Вот как меня учил монахов. Вот и нет. Всё делают люди. Люди ошибаются. Верить никому нельзя. Итак, дайте я вам поясню, что я имею в виду. Вот то, как вы делаете, используя периодичность фазы, это называется метод приведённой фазы. Задача статистической радиофизики это называется метод приведённой фазы. Статистические результаты, которые вы при этом получите, этот подход правильный и он работает для характеристик, которые давайте периодично. Например, вот для таких типов уравнений Марковского процесса. Вы хотите найти различные статистические... И Марковский процесс здесь не имеет никакого отношения. Потому что есть фаза параметра порядка. Это поле. И микроскопически выводится уравнение, которое описывается исключительно в динамике. Объясняю. Вы меня не слушаете. Вы меня не слушаете. Просто неправильно. Если вы хотите найти характеристики от функций, которые два-пи периодичные. Например, различные средние от силу с Филиппом. Тогда вот этот метод приведённой фазы, он даёт вам совершенно правильный результат. Тут вопросов никаких нет. Например, таким способом... Таким способом, например... Вот статья Амбергакара Ганферина 1969 года была найдена. Результаты Артановича, правда, в 10-летней давности. Там вафель найдены. Они найдены правильно. Как только вы хотите найти таким способом характеристики, которые не являются два-пи периодичными. Например, функция корреляции ФИ. Да? То сразу учёт шума даёт нам то, что фаза не периодично происходит. Фаза претерпевает процесс диффузии. Если вы сдаёте начальный пакет плотность вероятности дельт-функции, с течением времени она расползётся. Она уйдёт в дем tenía. В этом случае, когда вы используете... Аккулия и механика это та же статистистическая реабилитация. Куваклин и механика принципиально отличаются. Куваклин и механика принципиально отличаются статей. Все, кто складываешь амплитуду, они вероятны. Это тривиальные математики. Вы берёте уравнение Фокер Плантера. Ты вообще не понимаешь? Потому что стартуют не с каких-то технологических уравнений, которые описывают, а стартуют с микроскопической георией, которые стартуют просто... Андрю, ты меня выслушай. Ты берешь уравнение фокер-планку. Я не беру уравнение фокер-планку. Сейчас начнется драка. Стой, слушай. Ты берешь уравнение фокер-планку, ты делаешь там бревиальную замену элемента, меняешь время с минимумом действительно мнимой, ты получаешь уравнение шрифт. Все. Это ответ об эквиваленте. Так не надо делать. Почему? Почему? Я говорю про это. Так вот, ответ. То, что я хочу вам показать. Еще раз. Здесь разматывается настоящая динамика. Вы меня не слушаете. Вы со мной спорите. Вы мне не даете сказать. Вы мне ничего сказать не даете. Твое первое утверждение неправильное. Что фаза не является периодичной. Что тут идет уравнение фокера-планка? Дальше слушать не обязательно. Ты опровергаешь не его работу. Дело не в работе. Ты опровергаешь что-то другое. Дело не в работе. Я объясняю. Еще раз. Я говорю вот про это уравнение. Вы про это послушайте. Про это мы поговорим потом. Нет, там нужно. Но они не обижутся в реальной физике. Вот в этой системе. Вот в этой системе. Я не про это говорю. Вы меня не дослушиваете. Я вам сказал, что меня терзают сомнения. Я вам привожу простую аналогию. Вот вы ее послушайте, эту аналогию. А потом мы подумаем, а есть ли мэппинг отсюда туда? Хорошо? Смотри, мы поняли. Еще раз. Вы не поняли. Теперь, если мы убиваем диффузию, чему это приводит? Я сейчас объясню, чему это приводит. У нас есть генератор. Сейчас вы. Вот генератор. У него сигнал вот такой. А? Умножить на костюм. Здесь нет генератора. Сейчас. Коми-бин-д плюс фаза. Это у вас нет, а у него есть. Вот есть. Плюс фаза. Хорошо? Вычисляете следующую элеванную механическую величину, которая определена через оператор ТОБР. Дрюш. Микроскопической теории. Никакого. Дрюш, здесь все точно. Здесь все точно. Это просто точно. Это соотношение. Это слушайте. Это источник. Вот, Андрюш. Андрюш, Андрюш, вы не слушайте меня. В аналогии какой-то. Вот смотрите. Попроверните друг друга на одном и том же примере. Вот столкнитесь на одном примере и докажите шагу. Вот, смотрите. Вот пример. Вот он пытается кронести пример. Или тогда в кулуары переносите. Ну, это вот предыдущие. Вы слушайте меня или не слушайте? Вот есть сигнал. А умножить на косинусомик Т. Фаза Фи случайная. Мы используем два разных подхода. Один подход. Это приведенные фазы. Мы считаем, что фаза 2 Фи периодичная. Это нам упрощает анализ. Мы получаем результат. При этом спектр. Вот мы смотрим спектральный вход с мощностью этого сигнала. Если мы убили диффузию. То есть считаем, что фаза 2 Фи периодичная. То спектр у нас будет Дельта функция. На частоте вот этой Омега. Вот на частоте Омега у нас будет Дельта функция. Если у нас еще в системе есть шум. То мы получим Дельта функция плюс шумовой перестал. Если мы считаем все честно. И не считаем фазу 2 Фи периодичной. Учитывая, что фаза 3 Фи фунтирует. То мы получаем не Дельта функция плюс шумовой перестал. А мы получаем спектральный пик. Конечной ширины. Ширина которой зависит от декорной фазы. А теперь давайте начнем с следующей вещью. Из-за того, что описание. То, что Ватсу сказал. Провнение фокер-планка является эффективным описанием. И для того, чтобы его получить необходимо решить задачу. Начиная с гементрильярной системы. Вам есть и здесь. Стартовая гементрильярная система. Использовать точные преобразования. Которые здесь не написаны. Но и определить точно. В рамках квантовой механики. Надо понимать, что квантовая механика. Кооперируют с операторами и векторами в Гильбертовом пространстве. В отличие от обычной вероятности. Которая живет в вероятности в пространстве. Это отрежет только на разную вещь. Вот если это все проделать. То получается эффективная теория. Для фазы, которая вовсе периодично строга. Не потому, что мы так захотели. А потому, что это следует из просто принципов квантовой механики. Из точного вычисления соответствующих величин. Поэтому это теория. Еще в системе шум. Не важна и в природе. Какой шум? Внешне-внутренний шум. Микроскопический гаметонят. Который учитывает все релевантные степени вновленности. Внешне-внутренний шум любой. Какой внешне-внутренний шум? Внешне-внутренний шум. Это лишь приближение для описания динамики. Когда ты не умеешь точно учитывать взаимодействие. Здесь проделано другое. Здесь построена теория, которая учитывает все эти взаимодействия точно. И сводит задачу вычислений к вычислению функционального интеграла по теории с определенной топологией. У которой есть нитривиальные топологические сектора, есть нитривиальные тету-вакуум, которые зависят от топологии системы. И вот эти все фейслипы это строгие утверждения. Это строгое нахождение соответствующих. Строгие утверждения зависят от того. У меня есть вопрос. Вы оба идете на... Я иду. Я иду. Давайте там продолжим. За бутылкой. Бутылки в спорах запрещены. Мы на время уберем. Прячем и без вилок. И без вилок. Все там уже давно. Давай.